Здравствуйте, друзья! Сегодня я вкратце расскажу о своём снаряжении, которое вот взяла на 2-3 дня. Не знала, сколько получится. 2-3 дня. Ноябрь, середина ноября. Обещали, что будет мороз ночью минус 8-10. На самом деле было минус 15. Но я взяла примерно на минус 10. Так бы, может быть, ещё один спальник потеплее взяла. Итак. Итак, мне надо было пройти 60 километров. И еды я взяла, наверное, около 2 килограммов побольше, чем нужно, потому что мне надо было потом здесь жить, в СБЕ. И мой рюкзак весил на выходе 8,5 килограммов. Рюкзак мой самодельный. В такие походы на 2-3 дня я люблю его брать. У меня уже лет 25. Сейчас аналогом, наверное, можно назвать рюкзак-градиент. 45 литров. Мой рюкзак простой. По спине 35 сантиметров. Сейчас объясню, почему. Пояс. Лямки. Никаких излишеств. Небольшой тубус. Высота его 60 сантиметров. Это как раз по коврику. И клапан. Небольшой карман. В кармане. Забиная щетка мыла. Первое, что я туда укладываю, это коврик. Ижевский коврик. Его я разрезаю на 5 частей. Надрезаю с одной стороны. До половины. Складываю. То надрезаю с другой стороны. До половины. Складываю. Все это. Ширина 35 сантиметров. Как раз по. Коврик раскладывается на 5 частей получается. И как раз по спине рюкзака. И это моя спинка. Мне так удобно. Складываю коврик по спине. Рюкзак с ковриком весит примерно 1 килограмм. Может быть даже чуть меньше. Рюкзак сразу приобретает жесткость. Дальше. Ну можно первый мешок. Ну я по старинку используюсь большим просто полиэтиленовым пакетом. Главное широкий, чтобы он был чуть пошире объема. Чуть-чуть. И туда я вставляю спальник. Итак, я с собой беру 2 спальных мешка. Зимой. Ну, в холодное время года. Это спальник. Утеплитель синтетический. Прималофт. Спальник окон. Он больше, чем мой рост. То есть я беру... Это наружный спальник. Я его беру побольше. А внутренний чуть поменьше. Весит 1,2 кг. Примерно. А, фэнтези, по-моему. Да, фэнтези, спальник называется. И вот так вот просто для всяких скруток забиваю его вниз рюкзака. Внутрь полиэтилена. Дальше второй спальник. Ну, это пуховый спальник внутренний. Весит 800 граммов. Если бы знала, что будет минус 15, наверное, дела бы потеплее, который у меня килограмм весит спальник. Ну, и в таком. Я, кстати, не замерзла. Совершенно все было нормально. Так, пуховый спальник. Его можно свернуть. Можно так же. Где-то я чехольчик брала. Можно так же совершенно его. Попромбовывать просто полиэтилен. Значит, я пользуюсь картами и компасом. Складываю в каждый лист карты полиэтилен. Вот, полиэтилен на мешочке. И еще потом в общий полиэтилен, чтобы точно не намокло. Привыкла я пользоваться такими печатными картами. И вкладываю их между секцией коврика по спине. Пока еще не надела рюкзак, туда легко все это залезает. Дальше. В полиэтилен я вставляю запасные вещи, какие я беру. Какие на мне вещи, которые я беру с собой. Значит, о, обязательно пуховая жилеточка. Пуховая жилеточка. Очень классная вещь. Можно и на спину, и на бедра, как угодно. И хорошо складывается. Шерстяные носки. Теплые флисовые штаны. Короткие. Флисовые наколенники. А, ну, это чехол от спальника. Ну, и там белье запасное. Все. Это все я складываю в мешочек капроновый, который затягивается на веревочку, а потом служит мне великолепной подушкой. Если я не использую все эти вещи. Ну, что-то остается же. Штормовку тоже с себя снимаю. Сейчас. Во. Все. Теперь сверху еще остается очень много места, которое можно уже забивать продуктами и какими-то другими необходимыми вещами. Нож, конечно, беру. Пилу фискос маленькую. С такими зубчиками не одинаковыми, а разными. Садовая пилка. Топор не беру. Сейчас много дропа висок. Дальше. Из освещения я беру два фонаря. Вот этот мощный фонарь на аккумуляторах сарган. Раньше были такие ВАСКО. Наш Василий Смоленинов делал с Артуми Небесной. А теперь вот такой аналог делают сарган. Он не очень бывает надежный, контакт не дает, но так очень хороший. Фонарь яркий. И запасной просто обычный. Ну, типа петцелы. С собой у меня запасные батарейки. Аккумуляторы в камере три штуки аж взяла. Ну, на самом деле мне меньше хватило. Запасная сим-карта. Дальше. Книжка электронная электронная. Тоже можно вдоль спины класть. Папарат. Ну, я его, в принципе, на поле кладу. Да. Вот. Самый главный мой домик. Это полиэтиленовый тент. тент. В такую погоду, когда нет комаров и когда можно сидеть у костра и греться, я люблю использовать тент. Я его как отражительный ставлю, а на ночь опускаю второй борт, второе крыло, и у меня получается такой домик полиэтиленовый. Он здесь где-то 250 граммов, как трапеция, в развернутом виде. То есть он к ногам сужается, к голове расширяется. Я предпочитаю такой тент. Ремнобор и аптечка ну здесь у меня во-первых деньги и паспорт, спички обязательно. У меня три коробка спичек было, все они в полиэтиленовых пакетах, в разных местах. Маска, веревочка, нитки, иголки, ножницы, ну вот это собственно аптечка это пластырь, обезболивающий анкитонал, ключи и телефон. у меня из посуды, ну я беру все-таки два котелочка, это кружка котелок, с которой я пью, а это чуть побольше котелочек, тоже сделан из кружки, один котелочек, другой легко вставляется, а в саму кружку еще у меня вставляется баночка с сахаром или с вареньем, сюда же пакетик, чтобы не болтал, кофе, чай, все это я кладу капроновый чехол, сюда же ложка соль на крышке, на крышке, обязательно беру с собой бутылочку, потому что бывает, что за водой далеко ходить, ну и так можно, то есть, чтобы была запасная вода, и так можно налить кипяченую и где-то попить, если я заверну в котку, то она долго сохраняет тепло, еще у меня есть такой коврик-сидушка, тоже очень удобный, и костер развести ее, помахать ее ближе, а струб отсесть. Ну, у меня с собой еще были бумаги для работы. продукты, значит, что я брала из продуктов? Сало, корейка, грудинка, вернее, сало с мясом, сухарей, пачку брала где-то граммов 350, каша 5 злаков, ну, я брала побольше, съела 5 злаков, каша, которая просто заваривается, и ее не надо ведь кипятить, орехи, много осталось, масло сливочное, сыр, у меня был еще хлеб, я его весь съела, финики на перекус, ну, и, в общем-то, все, ну, там фрукты были вначале, неважно, чем около 2 килограмм продуктов, ну, в принципе, сюда еще много, чего влезет, вот, это основное снаряжение, а из одежды флисовые штаны, ходовые штаны, ну, сверху, шерстянка, ну, футболка, шерстянка, сверху, флисовка еще, и штормовка, штормовка, анорак, я люблю такие, здесь у меня в карманчике компас, не нравится мне, что этот карман слишком маленький, ну, а вот здесь вот такие боковые, с боковым ходом в карман, он большой, ну, хорошая штормовка, нормальная, также у меня, вот, очень хорошая вещь для тепла, поверх флисовки, я, в принципе, даже потом так и шла, когда стал уже минус 10, это анорак из прямолоса, он тоже сплав делает, хорошая вещь, она весит всего граммов 200, но дает хорошее утепление, сильно сминается, в принципе, такие вещи, которые могут понадобиться во время ходьбы, я складываю в отдельный пакет и кладу сверху рюкзака, чтобы можно было быстро достать, иду в шапки, а сверху, если холодно, могу еще надеть такую полоску на уши, перчатки, я думала, в них буду идти, но на самом деле было холодно, и я шла в рукавицах, то есть обязательно надо взять, брать с собой, конечно, в такую погоду рукавицы, чтобы не отморозить руки, потому что пальцы в рукавицах вместе, они глеют до друга, вот, в принципе, и все, рюкзак собран, можно идти в поход, да, забыла сказать про обувь, я шла в ботинках, в принципе, в такую погоду, когда уже выпадает снег, хорошо еще надевать фонарики, я фонарики в этот раз не взяла, ботинки у меня моя любимая, моя любимая модель, уже третью пару таких снашиваю, THB Blanco модель называется, с мембраной они, действительно, если проваливаешься, вот я проваливалась под лед в лужу, они и не намокали, ну, то есть, если все время долго идти, наверное, потом они намокнут, а если несколько раз провалиться, то ничего, легкие, единственная у них, значит, беда, все-таки подошва скользковата, зимой вот она скользит, для лета, очень хорошие ботинки, я считаю, по цене, качеству, они недорогие, и служат, в общем-то, весь сезон, а я даже иногда и два, на два сезона хватает, THB-бланка, в сплаве тоже продаются, забыла сказать про ходовые носки, строл, тоже от сплава, ну вот, в общем-то, все, спасибо за внимание, что, удлибо говоря, именно мне было, поставить, это не пр идет. Абсолютно, говоря, ничего, ничего, неãy?". Н optimism или 이야기를.